Мария Петровна Рязанцева, ветеран Великой Отечественной войны, сегодня отметила свой 90-й день рождения. Как и положено, в такие праздники дверь квартиры именинницы практически не закрывалась. В гости с подарками пришли не только родные и близкие. Традиционно юбиляра поздравили представители администрации Ленинского района города над Бугом. Такие люди – это изюминка в том, что их активная жизненная позиция, она не только проявляется здесь для человека, она проявляется еще и в целом для района, в целом для города. Такие люди, они, во-первых, не дают власти спокойно спать, у них всегда есть инициатива, у них всегда есть какие-то предложения, они настраивают как раз на диалог и настраивают как раз на движение вперед в целом. Поэтому нам всегда приятно встречаться с ветеранами, нам всегда приятно и есть по возможности оказать какие-то знаки внимания. И мы всегда рады бывать в гостях и всегда готовы с ними встречаться. Мария Петровна Рязанцева – человек без преувеличения уникальный. Сложно представить себе, сколько испытаний выпало на долю этой женщины. 20-й век – самый кровопролитный во всей истории человечества, вместе с миллионами других изменил и ее судьбу. Однако ей удалось сохранить и пронести через десятилетия юношеский задор, оптимизм и веру в то, что лучшее непременно ждет впереди. Фронтовые дороги Марии Петровны закончились у стен Рейхстага. И сегодня, спустя много лет, она не может вспоминать о тех днях и о возвращении домой без слез. Но слез радости и гордости. Мы когда приехали, так мы траву эту целовали. Понимаете, что это своя, это уже все, мы уже дома, война кончилась, мы ликовали все, ну такие радостные были, гражданские встречались, целовались, незнакомые даже, обнимались. Мария Рязанцева, несмотря на почтенный возраст, и сегодня имеет активную гражданскую и жизненную позиции. По возможности занимается общественной работой и не позволяет себе унывать. Она считает, что жизнь человека – это постоянная борьба, только преодолевая трудности и препятствия происходит становление личности. Человек формирует взгляды и ценности, накапливает необходимый жизненный опыт. И уже с этим багажом знаний потом каждый из нас может смело шагать по дороге жизни, не забывая о тех, кто находится рядом. Вообще, я хочу сказать, армия, дружба хорошая, крепкая. Как мы любили друг друга, как мы помогали друг другу.